Всем добрый вечер! Мы продолжаем изучение книги Равы Шерки, которая посвящена праздникам еврейского календаря. Впереди у нас праздник Тубешват, и вот мы к нему готовимся. Следующий отрывок Лахашей Гавая. Он по стихотворению Рава Кука, и я передаю микрофон Хаме, потому что для меня иврит Рава Кука довольно сложный. Привет! Ну, по-моему, пока это еще не стихотворение, нет? Альпи Маши Ламадну. Вот-вот, оно будет все на нем. Ну, хорошо, ладно, давайте. Так что, как здесь принято? Я иногда уже путаюсь. Читать сначала текст на эволюции, а потом перевозить. Альпи Маши Ламадну, шеадам урешон нецетава леагдим это аец хаим леца дат, каше бемюхад леавин эт ханэймар бусефер гурошит, ше леахар хето гурош адам меганен, кудэшелло юхал мец хаим. В соответствии с тем, что мы выше учили, что следовало бы человеку сначала съесть от дерева жизни, а потом уже от дерева познания, особенно возникает трудность в понимании того, что в книге Берешик после своего греха человек был изгнан из сада датского, чтобы он не смог съесть от дерева жизни. И что разве не все равно Всевышнему пускай человек спасется от смертельного приговора? Шиба бейто шель от сада, приговор который он получил из-за того, что съел от дерева познания. Или шеим гу юхал мец хаим, ахрэй шухал мец хада, гуи конец летох ханэцах, им лошим ахет бедавшо. Но если он будет есть от дерева жизни после того, как он поел от дерева познания, он войдет в вечность с оттенком или с остатком для смеяния греха в своей душе. А? Отпечатком может быть. Отпечатком греха в своей душе. И тогда уже никогда невозможно будет это исправить. Поэтому для того, чтобы спасти его, сначала его нужно умертвить. Чтобы потом он снова вернулся и начал свою еду с дерева жизни. И в таком подходе смерть проявляет себя как некоторая позитивная вещь. Поскольку она позволяет исправление еды, съедение от дерева познания. Но вовсе не месть. Это то, что приходит спасти от вечного смерти, которое связано с грехом. Хутемет, наверное, печать. А, хутемет, я думаю, да-да-да. Печать, а я прочла, когда не могла понять, что это за слово. Да. От вечной печати греха это спасает. Поэтому мудрецы Израиля не боялись смерти. Потому что они знали, что смерть это исправление. Можно прокрутить немножко? В общем, если на этой точке еще остановиться, то все же нам трудно воспринять, мне, например, трудно воспринять такую идею, что наши мудрецы не боялись смерти. Как это может человек жить и не бояться смерти? Смерть это что-то совершенно противоположное всевышнему, противоположной жизни. Конечно, есть в ней сторона исправления. Это правда. Это можно понять. Но совсем не бояться ее. Есть несколько аспектов у смерти. Есть некоторые страшные аспекты, по-моему. Не знаю, что сказать мне. Если тяжелая жизнь полна страданий, то человек может смотреть на смерть как на избавление? Не знаю. Мне не кажется, что это правильный ответ. А вот тяжелая жизнь. Ну и что? Никто не сказал, что нам должно быть легко. Но жизнь дается для некоторого продвижения, испытания, тоже для исправления мира. Понятно, что смерть исправляет каким-то другим способом, не таким, как жизнь. Но жизнь должна для исправления мира. Мне кажется, что все-таки есть вообще в культуре, в философии такое понимание жизни, как чего-то такого, от чего нужно избавиться, ради чего-то более высокого. К чему можно перейти только через смерть. И в искусстве тоже такие. Но я как раз думала, что в иудаизме это в гораздо меньшей степени выражено. Выбери жизнь, у нас все так говорят. То есть это некоторое понятие, что смерть необходима. Но я понимаю, я с этим... Трудно спорить, тем более Рафшеки это говорит. Это как бы все, что ты можешь... Получается так, что все, что ты мог исправить в жизни, ты исправил, а то, что ты не можешь, то смерть исправит. Чтобы не накапливалась вот эта вот грешность в жизни и оставлялась навечно. Тем не менее, вот такое высказывание, что мне просто это немножко мешает, что они не боялись смерти, типа это отличная штука, зашибись. Вот это, мне кажется, не совсем соответствует иудаизме. И хотя, поскольку существует в мире, наверное, оп, кто-то там стучится, нет? Не-не-не, слыха, все нормально. А, это что-то другое. Кстати, тут есть новска, может быть, она что-то нам прояснит вот на этом месте, да, 27? В книге Рота Кодеш пишет Равкук. «Страх куле смерти» — это общечеловеческая болезнь, скажем. В книге Рота Кодеш, «Страх куле смерти» — это общечеловеческая болезнь. В книге Рота Кодеш, «Страх куле смерти» — это общечеловеческая болезнь. В книге Рота Кодеш, «Страх куле смерти» — это… Зи Юн Шау. Зи Юн Шау. Ну, какое-то пустое оружие. Его нечистота ложная какая-то. То, что люди называют смерть — это… Не знаю, как сказать. Горбут Ахаим… А где вы сейчас, Суре? Вот эту смерть мы сейчас… Да, да, да. Тик, борец, ахаим… Хмолит, бэкатанокс… Ну, мы вряд ли это так легко разберем. Тем более, у меня половины не видно. А вот… Митохшкиад, ахмолит, бэкатанокс… Жизнь… Из-за того, что… Из-за того, что жизнь… Усиливается и… Это цемент, как это сказать… Из-за того, что она погружается в какую-то… Митохшки в низкий уровень, аширьи церлевый адам, ашкия от, Эйгу, Мецеер, Агулат, Ахан, Азот, Пцлава, Агулат, Ихшуха… Не знаю. тут нужен какой-то специалист который привычен к его языку он пишет настолько символически мне кажется как бы теоретически каждый кто который он описывает что материальной жизни вот это избыток жизни может затянуть человека затягивает куда-то и он не понимает что это есть жизненный процесс кажется что это нечистота ну в общем давайте не будем на этом вопрос сложный опять же он говорит о жизни как воспринимаемый материально до которая как-то воспринимается отрицательно и противопоставляется есть смерть как нечто избавляющее вот вот этого хамрию ну ладно тогда вернемся к тексту ну да давайте попробуем прочесть то что написано это все он описывает более поэтически в своей песне это опыт мироздания и вы можете читать первая строчка мне кажется может быть это вот это хавая да бытие шепчет свою тайну не бойся не одергай себя от того чтобы принять участие в жизни потому что это именно и есть заповеди от всякого дерева в саду ешь его ешь возьми пожалуйста возьми говорит мироздание но с каким условием это это комментарий следующая строка где-то я его переводил точно я кому-то присылала вот я тоже что-то припоминаю что эту песню да мы переводили да может быть секундочку подождем я попробую найти перевод там по моему был весь весь стих да но здесь какие-то отрывки его идут может быть это в другой в другой книге в другом месте где-то тоже приводился этот стих может быть вот-вот-вот я нашла я сейчас кинула куда-нибудь да хочешь я кинул в чат сюда в зум да да можно отлично мне тайну нашептывает все бытие жизнь есть у меня возьми пожалуйста возьми если у тебя есть сердце и сердце и сердце кровь и я от отчаяния не оскверню его это условие возьми пожалуйста жизнь возьми если у тебя если у тебя есть сердце и сердце кровь и от отчаяния тебе положено это же если ты веришь что у мира есть надежда возъезд бедаха лео момент полного тогда есть тогда в твоих силах ты можешь поднять весь мир быть ее приглашает тебя жить до взять жизнь но так не просто ее взять а если ты готов ее жизнь реализовать так чтобы поднять весь мир то есть для этого тебе нужна надежда и то что написал если у тебя есть сердце и сердце крови и от отчаяния не осквернил его это означает что я дача не осквернил что это значит тут есть надежда на то что мир можно исправить и если и и и и и и красота тебя не восхищает моя красота не восхищает тебя жизнь говорит человеку моя красота не восхищает тебя вот тут такие как бы происходит переговоры между жизнью всевышним и человеком возьми жизнь не просто возьми с определенной целью и для этого ты во-первых должен иметь надежду а во-вторых ты не должен быть оттуда работает им это не должен закрыть для красоты и для жизни реальные возможности справление возможно тогда когда у человека с надеждой когда он открыт для того чтобы воспринять эту жизнь действует получается что того кого не восхищает красота жизни в его сердце есть нечистота да судя потому что лишь написано а почему она собственно не восхищает красота жизни мы говорили о том что вот это вот подарок жизнь она не просто а для того кто у кого есть надежды кто готов поднять мир своей жизни и при этом закрыт для нее не видит ее красоты не видит не смысла это смысл он видит потому что у него есть надежда но как при этом можно не ощущать ее красоты наверно можно это как другая сторона уже кстати еще слова арель да если сердце твое не обрезано и комментарии что она закупорено и поэтому не видит красоту надо здесь поменять здесь наверное более такой художественный вот а буквально здесь вот как раз если сердце твою не обрезано да да отстранить от меня отстранить тебе запрещено то есть есть вещи это разные вещи разные требует недостаточно для надежды нужно еще некоторые открытое сердце способность видеть красоту жизни если ты такой что ты не ценишь эту жизнь не видишь ее красоты и запрещено пользоваться чем-то не было в этом мире одевшие тосок выпрещено тогда займись если ты не сможешь понять бытие то бытие оно подавит унизит тебя если все нежные звуки вся живая красота это не величие песни то поток чуждого огня пробудет они тебе отстранись от меня отстранись я тебе сокрещено и то есть тут поразительная такая штука что не просто ты должен ощущать красоту жизни ты должен считать ощущать мне святость в общем это как-то все несложно это мне кажется все это понятно все это сводится к тому чтобы понимать задачу свою в этой жизни видеть в твоей жизни и делать то что он от тебя ожидает и стремится улучшить мир как-то и все это осознавать как свою задачу осознавать святость этой задачи все это вещи связанные совершенно если ты этого не видишь то тогда отстранись то есть вот это как это нежные звуки жизни да и вся ее красота должно быть а дальше рад кодыш все это должно быть величием песни святости до восприниматься как проявление проявление славы всевышнего да вот иначе если человек это не связывает тогда вот опять же отстранись да я тебе запрещена это описание на самом деле то что Рав Шерки говорит состояние народа Израиля во все время во все время его изгнания каждый раз когда мы обращаемся к природе то есть на самом деле вот такой контакт с природой как раз требуется от человека чтобы ощущать мир святости кажется что в уголовке он практически не существует невозможно когда человек начинает приближаться к природе и к жизни и видит жизнь вот эту вот он куда-то сворачивает не туда вместо святости находит что-то другое злодейство прокути пожалуйста это я напоминаю мы все говорим о природе потому что связано с Тупешватом поэтому общее указание во времена изгнания было ограничить область жизни заниматься только торой и добрыми делами себя зажать в гетто я думаю что это зажать в гетто но это не соответствует целе следующее строчке и И будущее поколение встанет, воспоет красоту и жизнь. И беспредельное упоение впитает из Росы Небесной. И от величия Кармели и Шарона, откровение таинь бытия услышит ухо живого народа. То есть тут упоминается Кармель и Шарон, то есть это земля Израиля. Это говорится уже о следующем поколении, которое выходит из Галута и поэтому способна видеть святость в жизни, в ее нежном шепоте. Да, и вот Рава Шарки, это тоже так описано. Кармель и Шарон, это места в земле Израиля. Кармель и Кармелит ву холь маком эм цаи. Смысл слова Кармель или Кармелит это всегда нечто в середине. Кармель и Кармель. Кармель и Кармель. Например, гара, которая называется Кармель в Израиле. Она находится между морем и сушей. Кармель, который находится в море, в море. Каким образом, Кармель, он хитая, лаха и клюя. И также Кармель называется мягкая и поджаренная пшеница, зерная пшеница. Он приводит стих в книге «Вайтран», где упоминается Кармель. Там говорится о запрете, который называется хадаш. То есть запрет есть от нового урожая пшеницы, злаков вообще до того дня, когда будет принесен жертва умера в храме от нового урожая. Это просто как пример того, что это нечто в середине. Что это, эти вот мягкие зерно пшеницы. Им кен, Кармель – это то, что находится на границе. Итак, Кармель – это то, что находится на границе. И также поселение Кармель, древнее поселение такое, оно находится на границе пустыни Гигуды. И также еще одно название есть Кармелит. Когда мы говорим о различном статусе различных территорий в субботу, то Кармелитом называется некоторый средний статус. Это то, что мы не относим ни к общественному владению, ни к частному владению. Это я в скобках замечу, какой-нибудь лес, поле. Это все называется Кармелит. А в песне, в стихе Рава Кука Кармель – это нечто, что находится на границе между святостью и будничным. Есть некоторая средняя область – то место, в котором будничная начинает становиться святостью. Это Кармель. А от Кармеля мы поднимаемся к Шарону. Шарон напоминает нам слово Шара, что это песня. А Тора называется песня. Это в книге «Дворим» Лами Далек. Там сказано, вся Тора, которая говорит Муше Израилю, она называется песня. Он говорил бы там, в этом стихе. А через эстетическое переживание не танк лей пагеш им циут, ше хацья кладышу хеацан коль. Можно встретиться с реальностью, которая наполовину святость, наполовину будничность. Но в конечном итоге с полной святостью. Поэтому Раб говорит, «Махадар кармель в Шарон». От величия кармеля и Шарона. Шефат разы Ахвая. Откровение или изобилие тайн бытия. Так шим озен Амхай. Услышит ухо живого народа. То есть, кто имеет, он не понимает, что с ней, а именно тот, тот, который чувствует, тайнам Тары, для читателей Тары. Скрепим вишам Тары. для такого человека мир эстетики уже не представляется некоторая картина или зеркало то как воспринимается эстетикой природов галути мера скорее то есть эстетическим переживанием и это может сделать только тот кто чувствителен к тайнам Торы для него мир эстетики уже не представляется как проклятие то есть это опять же некий уровень который называется святость тот кто способен вот это дело поднимать именно да а не опускаться входя в эти переживания и нежность поэзии красота жизни наполнится светом святости и все бытие ему будет говорить избранник мой тебе разрешено что это исправление очень трудное и для того чтобы сделать нужно пройти длинный период знания который само является исправлением освещением очищением то есть отдалением но после двух тысяч лет это становится возможным все-таки это наверное выражает как бы больше пожеланий надежды Рава Кука о том что в обновленной земле Израиля искусство и Бетсалел и все пошло это все-таки немножко в крик скажем так ну это так сказать его пожелание когда-нибудь оно реализуется смотри Натан это может быть совершенно не к месту но все-таки я хочу сказать здесь пример то что пророк Исаия говорит о Харит Эймим он не говорил совсем о грядущем мире о каких-то неизвестных будущих временах тысячелетия а Харит Эймим это всего лишь для него будущее ближайшее иногда он предвидит может быть не самое ближайшее но может через 70 лет через 100 лет он не предполагал говорить о каких-то очень-очень дальних временах но поскольку это не реализовалось через 100 лет ну так мы и переносим это далеко так же и здесь он конечно равноделся может быть это и правда было возможно что возрождение государства Израиля пойдет каким-то другим путем более прямым светом святости но оно не всегда таким прямым путем идет но тем не менее у Всевышнего свои планы и предвидение оно от этого не уменьшает свои силы я думаю когда-нибудь это будет это мне кажется главный принцип принцип он верный когда-нибудь все народы передают мечи на садовые ножницы или на что-то мы не должны перековать будет будет но не сейчас может быть в следующем году а может еще через 20 лет а может еще через 2 когда-нибудь это случится так же и здесь народ Израиля вернувшись в свою землю он постепенно проникнет за этой святостью природы у него есть ли это возможность и потенциал тогда это точно случится но не знаю да нет мне кажется по сравнению с тем каким был народ Израиля в Галуте вот этот переход да к открытости природы к открытости жизни эстетики искусства он как раз налицо то есть если в целом смотреть на народ что если раньше народ мог держаться только вот как здесь было сказано в гетто да только храня свои границы с народами мира да потому что иначе все вот это затягивало вот эта галутная природность природных природных вот этих земель которые не святые да в Галуте они затягивали вот здесь народ стал возделывать землю да в Израиле стал производить там свое кино там свою музыку искусство вот и в целом иудаизм да стал такой более жизненный живой да о чем здесь и говорится да что происходит вот это как раз раскрытие навстречу жизни навстречу природе да которое должно вот как раз по этой схеме пройти был определенный момент после периода вот этого пришута отделения да отшельничества ну я не буду рушить да я не буду рушить модель если очень внимательно посмотреть то можно видеть это 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 то что раб хочет увидеть но оно все таки мне кажется на сегодняшний день очень не очень больших масштабов у нас есть светское искусство и религиозное тоже где-то там ты сказал что оно не светское оно в каком-то смысле антикуковское почему ну послушай я послушай я тебе могу сказать но это все таки нонсенс но тем не менее это как бы говорит понимаешь то есть тупик в котором находится как бы ну вот этим маним хилоним сейчас Руматгане был повесил так называемый ее церк да человек искусства он повесил как бы свои работы и причем подписи были такие я могу сказать на иврите потому что у меня честно говоря не поворачивается язык перевести это на русский есть же известная фраза Ярушалаем Шизаав правильно ну ладно когда я прихожу в Иерусалим для меня это Ярушалаем Шихара понимаешь это вот слушай во-первых это крайности не все не все хилонимные художники не все они такие есть такой уклон есть крайности такие но так же как я не думаю что это мейнстрим в любом случае но мейнстрим он он не соответствует тем не менее при этом как по-моему все таки не соответствует этой мечте Рава Куку что люди видят в этом связке он находится мейнстрим вот скажем Кармель в сегодняшний момент то что Рава пишет как Кармель он не там и не там он может быть он не затягивает в пучину греха человека но он и не приводит к святости пока еще кого-то это затягивает действительно они там с какого-то одного конца эти поразительные так сказать художники надо сказать а при этом есть еще с другой стороны и религиозные художники и религиозные кинематографисты и певцы и между прочим оно развивается это искусство скажем в области песен как раз это то что это жанр как бы вообще последние как бы десятки лет он очень сильно влияет на настроение толпы людей и так далее очень популярен среди них все больше появляется людей очень интересных не просто хасидские так сказать напевы ля-ля-ля хотя я не пренебрегаю этим они иногда очень классные а действительно новая новая шераста новый стих новые мотивы новые 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 какие-то подходы выражения переживаний это вот я последние годы вижу я некоторые песни просто потрясаю да своим как бы желанием это все как новая песня да я не говорю что на уровне но она она совсем не проста ну и и в других областях тоже может в меньшей степени ну тут тоже это не мейнстрим это но это все-таки некоторый стрим который который движется и в других областях искусства тоже ну во всяком случае мы если есть такие художники которые действительно смотришь на их искусство и чувствуешь что в них есть глубокое религиозное содержание сегодня но при этом мы даже не пришли еще туда о чем мечтает Раф Кук я этого не хочу сказать это мое мнение моя оценка мне кажется что основная как бы проблема может быть Раф Кук если так позволено сказать он как бы не видел этого не видел куда это идет из моего опыта общения с нерелигиозными да творческими людьми первое что те говорит человек а него момент был все для того чтобы обосновать свою творческую свободу себя как индивидуальность но прежде всего сказать я не верю в Бог все это для него изначальная точка ну не только такие есть Натан ну есть религиозные мани безусловно есть не все из этой точки исходят ну Коля кого-то Элла Бешевская которую мы все там любили не знаю Маша Брагинская понимаешь ну нет я не говорю там это самое есть многие художники которые мы знаем они все религиозные но и на израильском таких полно там может быть они не самые известные но они действительно серьезные и про иниматограф может быть меньше но тоже есть кому-то есть что-то сказать это пошло куда-то не туда очень может быть что у них собственное развитие которое в конце концов приведет к чему-то то есть выберут весь этот путь а мир вообще не идет по линейке никогда пока еще такого не было всегда мы петляем и как Равшеркий говорит упоминал недавно это все маятник качается туда качается сюда и мы не знаем действительно пока ты находишься на этой самой тревой ты не знаешь куда это выведет она мы просто верим да и как раз мы в этом у Равла Бешевки прочли что мы обязаны если ты хочешь эту жизнь получить должен иметь надежду и тогда ты вот это все можешь реализовать это первое как бы условие когда ты скажешь все пошло не туда все пропало ну так сказать это ужасно мне кажется я не совсем не совсем так я говорю что они идут своим они идут своим путем один я не знаю куда они дойдут но есть и другие другие тенденции то что я обижалась от кучи есть и другие тенденции в израильском искусстве а что тут победит и какой будет линстрим и как это вроде как следующих выборов что мы знаем хотя есть конечно опять для того чтобы сделать какой-то изум баланс вот есть такой Авив Геффин который в течение десятков лет он был просто флаг борьбы вообще с религией с богом религиозными его знаменитые песни мы проклятое поколение то есть он был главный бунтарь он сейчас реально он сделал шуму он просит прощения религиозных что он их не понимал выступает там вместе с ними я не знаю ну вот как бы есть какие то то есть ну ну да Мэри Сахаров и так далее мало ли я помимо крупных имен я просто так вышло мне нет в последнее время несколько песен слышат разных людей просто я действительно я даже одно поставил никто не отреагировал в нашем чате по искусству но это в другой раз может быть просто на меня вася очень серьезные что происходит Борис Сахаров он тоже шуму сделал да? это не в понимании шуму в смысле человек возвращается соблюдается нет но у него довольно глубокие какие то вещи были да и он кстати очень дружил с Равом Фруменом нашим из Ткоа и приезжал сюда со своими концертами да кто-то из них с Равом Шерки вообще говоря по-моему чуть ли нет чуть ли не он кто-то другой да? наверное мне кажется он но давайте продолжим тогда ту-ту-ту да я почитаю ту-ту-ту может быть есть какие то вопросы то есть довольно был такой глубокий насыщенный отрывок народ тишина ну надеемся что все было понятно так ну дальше будет попроще то понятно спасибо да я вам завидую я без цинизма говорю так ну хорошо ту-ту-ту это означает ту означает 15 да? 9 плюс 6 это число на самом деле зашифрованное в этих словах ту-ту-ту-ту весь этот долгий процесс разворачивающийся на протяжении истории происходит также вот в зеранпен еврейского календаря как это понять? в миниатюре в современном языке в современном языке в современном языке это переводится как миниатюре хотя это хумилистическое понятие конечно и оно означает так сказать малое малое лицо то есть арихампин зашается дерево сферот но в данном случае это просто в миниатюре понятно я как раз знал другое значение поэтому не понял ну да и так знаешь одна моя знакомая когда приехала в Израиль это просто в качестве шутки она хотела купить зеркало и она пошла в магазин и попросила дать ей аспаклари а ей этот был образованный продавец он сказал тебе нужна аспаклари мейра и аспаклари аспаклари это такое тумудическое митрашное выражение имеется в виду там иногда зеркало да а иногда светильник какой-то светящийся или не светящийся а в нашем языке это называется мараб да зеркало ну да бывает что когда иврит учишь чисто по текстам да смешное положение в магазине вообще да да так существует две временных системы в году или две системы времен году есть время отключения от материи исправление духа и это происходит в празднике месяца тишрей ахарках ешзман шель хит назрут мин хаулам ахора после этого наступает время ит назрут да это слово назир отшельник отшельничество из мира это зима шебо хадам митнатек мя саде мя улам шебахуц у митканес летох бейтох то есть зима когда человек отключается от поля от мира снаружи и закрывается в своем доме мя улам шхода шват в элах мать хил зман ха геулла шель ха авив от новомесячья месяца шват и дальше начинается время избавления весны геулла шель хавив весеннего избавления то есть выхода из галута мать хила седра шель хагим шебахэм ану мэ кад шим эт ха улам хазэ начинается ряд праздников в которых мы освещаем этот мир то есть макадеш делаем его кодыш делаем этот мир святым циюн адхалат утон эдан талуи бамидат рэгишут шель хадам циюн то есть наверное точка начала этого этого периода зависит от меры чувствительности человека здесь вот интересная сноска я прочитаю по мере чувствительности человека от меры чувствительности человека зависит то как рано он начнет видеть свет во тьме ватиким гомримет крият шма им не сахама здесь идёт разные времена в которые читают утренние шма ватиким это самые строгие они заканчивают чтение шма с восходом солнца вы думали туб туб нисан что соответствует 15 нисану махарата песах бо яцу вне израэль им а зриха то есть следующему дню песаха ну да собственно дню песаха когда вышли сыны израиля вместе с восходом солнца когда вышли они из египта раби хия роэт ха ор квар бе викат ора шель аелит аша раби хия да это мудрец талмуда то есть там у них был спор когда можно читать утренний шма и он видел свет уже в том моменте когда раскалывается тьма да этот момент он называется аелит ашахар буквально это оленица зари это когда первые лучи показываются на горизонте то есть солнце еще не зашло но оно уже восток осветило лучами и это подобно тубе адар это подобно пятнадцатому адарам когда были избавлены царицы эстер которая как раз уподобляется вот этой оленице зари то есть имеет ввиду праздник Пурим 15 адар то есть на месяц раньше на месяц раньше Песаха вэхахмэйхасод матхилим этседэргайон кварбахатсоталайла а мудрецы ну мудрецы кабалы имеется ввиду мудрецы тайные да начинают начинают свой день свой распорядок дня уже в полночь и это подобно тубешвату вопо сэкет хэшхат ахорэх в котором прекращается тьма зимы метх аргашап не мид бэ илул ха воламот бэ ве бу Ri Flan валя бэ никудат хадсот и то есть То есть они начинают свой распорядок дня в полночь, исходя из внутреннего ощущения подъема миров и пробуждения, которое происходит в точке полуночи. То есть в зависимости от чувствительности человека, у него свет начинает видеть либо при восходе солнца, либо когда только окрашивается светом горизонт, либо вообще в полночь, когда происходит перелом уже в сторону дня. Вот и то же самое в году происходит. Так, это был 37-й. Идем дальше. А мы кубалим ригешим меод леад халат итноцитсут орхагеула. Каббалисты очень чувствительны к началу сверкания света избавления. Лахен кварбе тубешват хемро им эт орхагеула. И поэтому уже в тубешват они видят свет избавления. Избавление от сокращения, но имеется в виду, что когда в зиму все сокращается. Избавление от сокращения, от зимнего затворничества. Микатну та хаим, от малости жизни. То есть, когда всего мало, когда мало жизни, то есть зимой. Аль кен гем мадрехиму тану лехоль перот бауто зман. И поэтому они указывают нам, есть плоды в это время. Как минимум, плоды в этот период уже можно лекадэш. То есть, присоединять к святости, освящать. А почему именно плод? Потому что это еда, которая почти не прошла обработку руками человека. Она годится в пищу уже с начала своего сотворения. То есть, плоды имеется в виду. От ума шельха цивилизация ло кульках нига бо. Нига бо. Нига бо. Ничистота цивилизации не настолько прикоснулась к нему, как к плоду. Башлав хазе од ло гигиа хазман лекадэш бахалим муркавим у месубахим йотэ. На этом этапе еще не пришло время освящать пищу более сложную и сложно как бы составленную. Начинают с фруктов или с плодов. И по прошествии месяца, то есть в Тубе Адар, 15-го Адара, уже можно освящать также и то, что из них получается. Из фруктов, из плодов. Шотим харбэ яйм бэфурим. Пьют много вина напурим. Пирьё шельхагефин. Это плод лозы. В ешев шарут лекадэш. Гамм это шихрут. И есть возможность осветить также опьянение. Умнам бэ Тубешват кая минхак шель арбэ косот. Хотя и в Тубешват также существуют обычаи четырех бакалов. А валь эймитс валей штакэрк мобэ пурим. Однако нет заповеди опьяница, так же как в Пурим. По прошествии следующих тридцати дней возможно уже осветить поедание мяса. Пасхальное жертвоприношение, то есть ягнёнок. Эта еда намного более сложная. Более сложно его осветить. И для этого нам нужно подойти к дням весны. Или как это сказать? Быть мамаш в весне. Не сам весна. Для этого нужно дойти уже до настоящей весны. То есть чтобы есть мясо, чтобы осветить вот эту мясную пищу, весна должна быть уже в силе. Не как в Тубешвате и Тубеодар. То есть уже должна быть ощутимая весна. Ощутимый геола здесь имеется в виду. Весна символизирует избавление. Таким образом, в начале этого сверкания весны, когда она не светит, а только сияет, сверкает. В начале этого сверкания весны плоды, по прошествии месяца вино и в конце мясо. Цель праздников весны – достичь праздника Песах, в котором нам удается осветить мясо. Однако начинают это исправление уже в Тубешват. И в противоположность этому мы нашли обратный порядок вместе с Тишрей. Если что-то непонятно, можно перебивать и спрашивать. Параллельно Новому году деревьев, в месяце Тишрей есть тоже Новый год. Параллельно Песах, в котором мы стоим на суде. Параллельно Песах, в месяце Тишрей есть Йом Кипур. Пурим – Кепурим. Все-таки Кенегет – это как бы супротив, все-таки. Напротив. Ну, то есть, действительно, имеется смысл параллельно, но Кенегет – это Лумадзер. Ну да. Одно против другого, параллельно другому соответствует другому. Ну да, они стоят друг напротив друга. Кенегет – Хага – Песах, Хага – Суккот. И, напротив, в празднике Песах находится праздник Суккот. Хага – Галут, Ха – Ишит, Боцарих – Ле – Галут, Мин – Хабайт. Это праздник индивидуального Галута, праздник личного Галута, когда нужно выйти в Галут из своего дома. Это Суккот. То есть, если Песах у нас праздник выхода из Галута, да, на свободу, то в Суккот человек должен, наоборот, уйти в Галут, да, из своего дома выйти в Суккот. То есть, это Галут своего рода. Коль Элу Хагим Руханиим, Шебаим Летакен Эт Ха-Ахиза Ха-Якера, Шель Гадам Бо-Ламазе. Все эти духовные праздники, их цель – исправить излишнее… Ахиза, как это сказать. То есть, что человеком излишне… Привязанность, наверное. Привязанность, да. Привязанность к этому миру. То есть, что человек захватил этот мир. Чтобы это исправить, нужны вот эти осенние духовные праздники, да. Эт Иштабэдуто ле Хомер. То есть, должны исправить его порабощенность материи. Ад Шегу Магия ле Кабалат Ха-Тора. То есть, Симхат Тора. До того, что он достигает принятия Торы в праздник Симхат Тора, который он заканчивает Суккот. Шегу Мама Друхани ле Халути. Который является полностью духовным уровнем. И все это происходит в один месяц быстро. То есть, все эти праздники, они в одном месяце. В Тишрее. Рошашана, Йонгипур и Суккот. По той причине, что у Духа нет тех задержек, которые есть у материи. Что не так, если мы выходим из зимы. Если выходим из зимы, то по-другому. Тогда все наоборот. То есть, весной. Вот этот кедуш, освящение происходит медленно и постепенно. Почему есть система праздников одна напротив другой. Потому что мы верим в единство Всевышнего. Единство Всевышнего обязывает нас к пониманию, что не только Он единый. Но также его единство проявляется также в его мире. Поэтому, когда мы видим в какой-то точке мира некую... или в каком-то времени некое представление, обязательно должен существовать противоположный полюс. И как бы уравновешивать это представление. И оба они божественны. Оба они являются раскрытием воли Творца. И в нашей теме это выражается в том, что существуют две системы праздников в году. Которые занимаются двумя разными полюсами души. Это дух и материя. А без этого будет отрицание единства бытия. И, само собой, будет сомнение в единстве Творца. Вот такой интересный момент. Что у нас есть праздники осенние и весенние. Одни символизируют голод. То есть уход от материи, от жизни. Зимнее затворничество. То есть уход, соответственно, к духу. Когда человек не обрабатывает свое поле. Когда он свободен от работы в поле. Он сидит дома. У него есть возможность заняться какими-то духовными вещами. Изучением Тора и так далее. Весной происходит обратный процесс. Выход наружу. Выход к природе. К природе, к жизни и так далее. То есть вот эти оба начала. То есть они необходимы. Они уравновешивают друг друга. Они проявляются как раз в весенних и осенних праздниках. Которые идут абсолютно параллельно. Только у них скорость разная. Да, Тимофей. Да, если можно, пару вопросов. Не очень понял идею по поводу единства Творца. Если кто-то мог бы объяснить. Было бы неплохо. Вот что это взаимосвязь праздников. И это привязка к единству Творца. А второй вопрос. Если мы делаем вот это сопоставление весенних и осенних праздников. Если взять Пурим и Йом-Кипур. То Пурим вроде бы это постановление мудрецов. То есть в Торе не упомянут. Вот этот момент тоже немножко смущает. То есть как-то не хватает гармоничности что ли из-за этого. Ну, здесь, мне кажется, не рассматриваются просто те праздники, которые есть на данный момент. То есть здесь не идет разделение, что есть они в Торе или нет. Тубешват, собственно, тоже совсем молодой праздник. А по поводу единства Творца, мне кажется, здесь речь идет о противоположности духа и материи. То, что мы воспринимаем как материю, есть тенденция такая религиозная воспринимать материю как что-то нечистое, как что-то нехорошее. То, что отвлекает от духовного. На самом деле, как бы здесь вот эти праздники весенние, они нам напоминают о единстве в плане, что и материю тоже сотворил Всевышний. Как Он сотворил не только Тору, а Он сотворил весь мир. Об этом необходимо помнить. И как раз вот эти весенние праздники, ну, дальше там, по-моему, будет еще больше разворачивать эту идею Рафшерки. Да, что здесь мы как бы, то есть в идеале весенние праздники, они должны вывести природу, да, материальную природу из Галуда, да, где она находится, да, находится в отдалении. То есть именно вот это вот равновешивает и показывает нам единство, единство Творца, да, что и то, и другое от него, и оно вот в праздниках показано параллельно. Ну, как-то так, может быть. Да, это надо осмыслить как-то, переварить, что называется. Спасибо. Ну, да, просто в нашем мире мы так видим, мы видим как бы противопоставление дух и материю, духовное и материальное. И это может быть воспринято как некоторый вопрос по поводу того, если проявляется в мире единство, если в нем все так поляризовано, разорвано. У нас есть в нем такие напряженности и противоречия. То, что Раф Шетке хочет сказать, что сама идея вот этого перехода через год, в котором принимается, опускается и гармонично сочетаются периоды духа и материи, говорит нам о том, что это все, у всего источник один, и что в мире они считаются, и в материальном мире, в нашей жизни они тоже вот так считаются гармоничными. Мне кажется, что это как бы вещи связанные действительно, потому что если человек смотрит на противоречие этого мира, есть соблазн всегда сказать, что действуют разные силы в нем. И это уход из единства квартиры. А если мы видим в этом гармонию, которая проявляется в мире, гармонию Всевышнего, то тогда мы принимаем идею единства. Я думаю, мы следующий отрывок начинать не будем. У нас уже 12 минут до нового урока. Может быть, есть еще какие-то соображения или вопросы? Мне кажется, что это разделение на Штеймар-Арохот, две системы праздников по принципу продвижения к освещению и все. Это очень интересно. Это как бы модель, но она очень интересная. Мне так представляется. Как будто Ханука сюда не особо вписывается, нет? То есть у каждого праздник осеннего и весенний? Если в модель что-то не... Не входит. Ну, так это не упоминается. Ханука это полночка, и тогда она противоположна Шивоту, если по времени. А как это связано? А Симхат-Тура тогда? Шивот-Симхат-Тура, возможно? Нет. Немножко другие системы, да, что точно так же, как Песах, да, выход заканчивается целью, которая Шивот, да, опять же, и между точкой Песах и точкой Шивота 50 дней. Да, этот же процесс осенью, он проходит намного быстрее. Да, что там как бы вот это Геула, то есть, ну, как бы есть такая тема, что весенние праздники, то есть движение от Песа к Шивоту, они нам, они символизируют, мы празднуем прошлое избавление, да, которое было при выходе из Египта. А осенние праздники, они символизируют будущее избавление, да, которое уже будет окончательным, вот, в котором вот этот восьмой день, восьмой день, да, который означает восьмерка, означает выход за грань, да, то, что мы учили много раз, когда готовились к Ханаке. То есть, если она весной отделена на 50 дней, вот 7 дней Песаха, да, Шивот, это восьмой день Песаха, да, но между ними там идут еще дни, нужно их считать, да, то как раз в осенние праздники Шмини Ацеры, да, Симхат Ура наступают сразу же за вот этим Суккотом, да, получается такая параллельная система, в которой, как бы, вот это осеннее движение, то есть последняя Геула, она, то есть ее уже ничто не задерживает, она приходит сразу. Ну да. Да. Окей. Ну что, народ? Здорово, интересно. Спасибо. Спасибо всем. Окей. Ну давайте на этом заканчиваем. Приходите к нам еще. Да. Да.